Эмоции переполняют, на самом деле после последнего мяча чуть не расплакалась, потому что это было очень все напряженно, очень нужно. Ни для кого не секрет наше турнирное положение, насколько нам сейчас нужны победы, поэтому как бы мы настроились как могли, особенно после провального матча в Саратове. Мы должны были реабилитировать сами себя, для самих же себя, потому что чемпионат еще не окончен, мы бьемся. Было ли сильное эмоциональное давление, потому что нельзя было уже, некуда было отступать в Москва? Вот как раз таки не знаю, да, оно было, конечно, но его чувствовалось сегодня в меньшей степени, наверное, потому что вот как раз таки уже танки прут и отца мужа в окопе, отходить некуда, поэтому как бы мы просто решили, что сейчас или никогда, расслабились и сыграли. С трибуны кажется, что ваш тренер на вас прям в перерывах дико кричит. Что на самом деле он говорит? Он дико кричит, да, это правда, но это все как бы в эмоциях, на самом деле это все конструктивные критические комментарии, как бы, вот, просто эмоции зашкаливают у всех, как у нас, так и у него, его можно понять, потому что порой, ну как бы, бывают очень глупые моменты, вот, но тем не менее, как бы он доносит свою мысль, громко, тихо, неважно как, она до нас доходит. Что случилось с третьей партией? Почему так не остались? Не отдали инициативу, это скорее, знаете, есть такой у нас эффект третьей партии, когда выигрываешь 2-0, третьей партией всегда, это стандартно, стабильно, немного проваливаешь начало, это нормально, здесь самое главное собраться и вытащить ее, вот, и я очень рада, что у нас получилось, и спасибо большое Рите, нашей Либера за этот мяч, он был мертвый, я думала, его не достанем, я уже была готова. Играть четвертую, но нет, она молодец, она вытянула и Света его добила, за это им спасибо большое.